здравствуйте с вами дядя саша сегодня не запланированный обзор детектора напряжения фирмами локи вот он получилось как что мой подписчик попросил меня купить систему пылеудаления которая делал недавно видео обзор дмитрий из курска попросила я поехал магазин ну и как обычно мне нельзя в таки магазин заходить что-нибудь то куплю и вот купила сей детектор и рулетку локи 8 метровая рулетка там кстати есть и 10 метров а купил ее потому что давно хотел что нибудь получше купить из рулеток были там еще конечно 80 метровой новой серии которые с двух сторон нанесена разметка и на конце здесь магнит но они стоили там порядка полтора тысячи восьми метровая это же мне обошлась тысячу магнит не особо нужен мне нужна сама рулетка и если так то и снимать то она хорошо держит не ломается довольно таки сейчас не выдержала это порядка 3 метров вытащила она уже собаку испугал убежал не держалась все по максимуму сейчас по максимуме сделала скажем так что точно держит без лома с половиной метра с половиной вытащил и и вот она два с половиной меня окси до потолка вот и ниже пустил два с половиной метра ну вот как раз можно одному какие-то задачи решать собак сбежала купил лет очень доволен руках лежит хорошо есть замочек на пояс хороший черная это вот прорезиненная прорезиненная красная это вот пластмасса материал вот так что рекомендую купила детектор чем кстати его купил я купил у меня было их куча китайских вот заодно хотел сделать тест вот китайские мясо с ними была всегда одна проблема них наверно штук 5-6 валяется все заканчивается одинаково заканчивались батарейки 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 здесь две часовые такие маленькие таблеточки и я выбрасывал мне легче было купить новый чем искать батарейки так как я купил не лог я решил сделать тест между ними и купила сюда заднем батарейки чтобы протестить мелоки чем удобно сразу хочу сказать что здесь батарейки две батарейки 3а или lr03 то есть купить можно везде это удобно никаких регулировок как у китайских здесь нету здесь вот если у китайского ездить регулировка два вида хайлоу кто играл в амаху покер тот понимаешь что хайлоу вот грубо говоря это настройка чувствительности больше и меньше вот а у мелоки этого здесь нет здесь есть выключатель здесь вот он находится на которого нажимаете здесь звуковой сигналы загорается зеленая зеленый светодиод это означает что детектор готов к использованию все очень просто никаких регулировок включил выключил и все значит сразу по цене мелоки обошелся 1400 рублей а китайский ну и не знаю я думаю что сейчас стоит в районе там рублей 150 примерно 200 потолок вот этой отвертки и я я сейчас сниму обязательно сейчас тест и вы посмотрите какая из этих отверток лучше хуже и в чем разница значит находимся у меня в коридоре здесь у меня стоит переключатель и соответственно идет одна штроба делал я штроба резом классическую штробу два сантиметра глубиной выставлял поэтому я знаю провод лежит соответственно здесь ну три на полтора соответственно лежит двух сантиметровый штробе и где-то он сам по порядка 8 миллиметров по памяти грубо говоря где-то 1 и 2 1 и 3 один сантиметр 3 миллиметра это роббанд и шпаклевка сверху над проводом поэтому я наклеил здесь лист бумаги чтобы делать пометки чувствительности вот и берем китайский индикатор и ищем так адская чувствительность то есть у меня сам понимаю что мне такой большой штробы а здесь уже видно еще раз атаку беру пальчики может я дотрагивался пальцем вот и начинают срабатывать здесь вот этом месте если он уже закончил срабатывать значит сейчас я возьму маркер и поставлю диапазон ну я решил что отметить черным маркером вы делать пометки китайского красным мелоки красный будем делать раз красный это будет мелоки а черный маркер это китай соответственно вот естественно понимаю что у меня такой ширины не было штробы вот делал я это в режиме low если делать в режиме high чувствительность еще будет гораздо больше думаю этого смысла не имеет даже делать рассеянность еще будет больше ну в принципе можно попробовать с другой стороны почему бы нет давайте попробуем может быть и не прав да нет трав в режиме high вы видите сами о что творится здесь закончил а начал практически в начале без листочка сейчас отметим это у нас режим high то есть максимальная чувствительность вот она за что у нас показывает китай а сейчас возьмем мелоки и посмотрим приготовим маркер значит включаем прибор кнопочка уже он показывал здесь находится нажимаем загорелось зеленым вот индикация он готов эксплуатации так начал в общем вы все сами видели говорится комментарии излишне мелоки показал реально где штроба диапазон гораздо меньше арсивность вот там ну кстати такие есть видите я же переверну сейчас на секунду не ругайте меня что мы голова закружится здесь видно что это между двумя переключателем посередине так и было что ну что голова обратно перестала ребят кружится не надо что там рукожопой возьми камеру поставь прямо все нормально я должен был показать вам здесь просто я по-другому не мог сзади расстояние у меня несколько сантиметров узких коридор и я бы не взял бы так что вы сами все прекрасно видите в конечно выводы вам делать сами за что платить либо за он даже вот на лоу за китайский вот такая вот рассеяность или вот за мелоки и что он хочу сказать я кстати сам не ожидал что будет но могу сказать одно я в свою очередь я китайским делал и как-то справился начать сейчас вам покажу вот этот картину я вешал здесь у меня рядом щит и куча проводов и тканьте картина с янтаря прикольная вещь сестра подарила я боялся по влупить в провода и вот китайскими долго долго искал и все же нашел и просверлил но если бы это делал мелоке я бы гораздо быстрее сделал и самое главное что ребят кто делать такие вот натяжные потолки вот у меня французские ну не только это тканевая они есть и пвх они в этом дело вот у меня лучший друг он монтажник этих потолков и когда они крепят сейчас покажу когда они крепят вот здесь вот вот здесь профиль багет они называются пластиковые они крепят а примерно через каждом сантиметра 3 и для них такая штука просто необходимо чтобы чаще крепить чтобы натяжение выдерживал потолок хорошая и нужно чаще крепить и когда проводка после электрика вы не идут и бывает куча где вот там например в щит куча проводов они боятся попасть и вот такая штука их может максимально приблизить показать девушки нет проводов поэтому для них такая штука просто необходимо я думаю можно разориться на такую вещь ну и последнее в общем выводы вы сами сделаете я никогда не настаиваю таких вещах кто-то сам должен понять что мы ли там 150 рублей потратили 1400 он хочет результат получить вот и последнее что я хотел вам сказать хотел поблагодарить канал совета электрика и сергея понагушина что я у них увидел на канале акцию про изоленту скотч сегодня она ко мне приехал в санкт-петербург вот она я получила бесплатно спасибо не помню на том рублей 350 наверно стоит магазине такой моток на санкт-петербурге приятно получить бесплатно вот и соответственно акция дальше идет конкурс там такие призы будут рюкзак ботинки ножик по-моему 10 человек я не знаю буду я участвовать мне нужно снять какое-то видео как я использую эту изоленту наверно прикольно чтобы там лайками помогли если сниму там где-то сделать ссылку ну кто меня смотрит если не есть уже наметки какое видео делать но если время будут конечно же не будет лень я обязательно это сделал а так спасибо спасибо канал совет электрика сергея если бы не они об этой зале это бы не получил просто не знал что такая акция идет а я сейчас вам хочу заодно сказать ребят я вчера узнал может я кому-то скажу воина тут мне спасибо скажет сейчас есть у магазина тем во всей россии вчера на сайте письмо пришел ко мне у них сейчас идет акция на покупку продукции шнайдер там тоже какие-то поощрительные баллы призы я не вникал ну зайдите на канал почитайте я то есть успел зарегистрироваться то есть там нужно будет смысл товарные чеки когда покупаете сканировать видно им выкладывать только еще не читал какие призы или баллы там денежные кита ну в общем это неплохой магазин там кто покупает и так знаю что не дают 10 процентов а вот бонусами за покупки вот для покупателя то есть вы приходите с заказчиком то со своей карты номер телефона карты отменили то вы получите 10 процентов там если нормальную покупку делать там более десяти тысяч то ну это стабильно кто заниматься с электромонтажом то это сумма ходит это не коем случае не реклама я от этого ничего не получаю абсолютно копейки просто это все это все знают сегодня зашел в немите за магазины мне ребята жаловались продавцы которые там работают что они потеряли в три раза сразу них упал упала проходимость в электрике потому что мой магазин еще рядом то есть от к это мимитиза недалеко в там в пределах там одно из двух полторы остановки скажем так грубо говоря и много людей как и я раньше покупали метизах не одинаково было идти они сделали эту акцию там начале осени этих 10 баллов и я ушел из метизов этого минимакса ушел вот и работаю с темом просто неприятно получить участку меня за миском в районе 6000 капну за месяц на этих продажах процент так что спасибо смотрите мое видео значит если сниму обязательно расскажу где что из-за меня проголосовать если какое видео сниму там поэтому изоленте скотч 33 плюс посмотрим спасибо начата последнее что хотел сказать анонс заказал в германии систему пыле удаления айбеншток дешевле чем официально представителя айбеншток москве если кому-то нужно может заказать через меня тут а все будет интересно там я сниму увидите как она выглядит как она работает потом это будет одна тема для видео интересная система пыле удаления для дрелей вторая тема это я покупаю коронку для дрели мелоки diamond hit это сверление алмазное сверление коронкой с микро ударом и буду сравнивать с победителем там коронкой фирмы дистар украины посмотрим какая разница ну тут надо будет подождать когда мне объект будет интересный по бетону сейчас у меня коттедж там деревянный негде потом у меня следующая квартира царский дом в санкт-петербурге кирпич но там большой слой очень штукатурки там тоже неинтересно снимать там штукатурка робондом 1 сантиметра три ними потом старая дранка с такой неинтересно снимать и даже не буду то есть и надо ждаться нормально армированного бетона и снять и я обязательно это видео сниму тем более это меня уже ждут представители даже фирмы этой которая делает коронки diamond hit в санкт-петербурге я с менеджером разговаривал разговаривал с я нам они тоже хотят это видео посмотреть попросились что когда буду снимать они тоже хотят снять видео пускай приходит ради бога я за честную борьбу как бы сильнейшая коронка должна выиграть тут как говорится без вариантов без обмана ладно всего хорошего с вами был дядя саша удачи здоровья до свидания